Дорогие братья и сестры, сегодня на библейском портале Экзегет мы говорим о, может быть, одном из самых родных и любимых святых Русской Православной Церкви, о преподобном Сергии Радонежской, преподобный отче наш Сергия, моли Бога о нас. Почему так? Ну, может быть, это даже такие вот мои личные чувства, отношения, потому что я учился в обители преподобного Сергия, воспитывался и очень много помощи получил именно от преподобного Сергия, но вообще не зря он назван игуменом земли русской. Вот преподобный Сергий Радонежский – это игумен земли русской, всероссийский чудотворец, вот как в одном каком-то монастыре, вот игумен это кто? Тот, кто управляет отдельно взятой обителью, а преподобный Сергий, он назван игуменом всей русской земли, как такой вот духовный предводитель, который ведет нас за собой к Царству Божию. И такое, наверное, не случайно, и даже вот есть интересные исторические сведения о том, что именно с преподобного Сергия Радонежского началось духовное возрождение нашего Отечества. Сначала, конечно, после князя Владимира был такой вот яркий такой всплеск, преподобный Антоний Печерский, Феодосий Печерский, отцы, о которых мы читаем в Киево-Печерском Патерике, а потом, когда попущено было за грехи наши, за постоянное разделение князей иго монголо-татарское, то наступает сбой. И вот есть такая сухая статистика, что, допустим, с 1240 года, это год захвата Киева, разрушение Киева Батыем, и до 1340 года, когда уже преподобный Сергий начал созидать духовное делание в Радонежских лесах. Вот за сто лет до преподобного Сергия на Руси появляется всего лишь около 30 храмов и почти не было святых преподобных, то есть почти не было прославленных в лике преподобных отцов-монахов. А если взять уже 1340 год и столетия дальше, то происходит удивительное дело. Уже около 150 монастырей по всей Руси, и прославлено было около 100 святых в лике преподобных. И в основном это кто? Это именно либо ученики преподобного Сергия, либо те, кто слышал, просто приходил и общался с преподобным Сергием, такие вот собеседники преподобного Сергия, как их называли в древности, либо ученики учеников преподобного Сергия. То есть на самом деле его влияние было исключительным, причем сам преподобный Сергий, он вроде бы не был проповедником, он не был каким-то ученым-писателем, ни одного богословского трактата мы не увидим, мы не знаем каких-то записанных его проповедей, каких-то философских рассуждений. Но рядом с ним и князья становились святыми, благоверный князь Дмитрий Донской. И все, кто его знали, вот они приходили и преображались. Вот есть какая-то особая такая тайна жизни преподобного Сергия. Ну, на самом деле это, конечно, беззаветная верность Христу, полное самозабвение, вот удивительное смирение. То есть, когда мы знакомимся с личностью преподобного Сергия, то мы поражаемся прежде всего его вот этому смирению, кротости, удивительной скромности. Он и при жизни скрывал свои чудеса. Допустим, самое великое чудо – воскрешение мертвого. Он воскрешает мертвого отрока. Отец несет больного ребенка к преподобному Сергию. Ребенок уже настолько был болен, что он умирает по пути. И вот этот отец оставляет его в келе преподобного Сергия уже в полной безысходности. Идет для того, чтобы изготовить гроб и принести, забрать тело почившего. А преподобный Сергий в это время молится. И вот когда отец с гробом возвращается, пред его взором предстает живой его сын, воскрешенный молитвой преподобного Сергия. Но сам преподобный при этом говорит, что тебе только показалось, что он умер. Просто он озяб и из-за этого, ну, как бы уснул. Вот. А в келе он отогрелся, поэтому он вполне здоров. Так что забирай сына, радуйся. Но было же очевидно, что он умер. И он воскрес по молитве преподобного Сергия. Но сам преподобный Сергий всячески скрывает это свое чудо. Также, когда вот собралась братья, и тяжело было носить воду, преподобный Сергий молится, и появляется чудесный источник. И вот Авва Сергия запрещает ученикам своим называть этот источник его именем. Пусть никто из вас даже не смеет называть его моим именем, то есть как Сергиевым источником, потому что это Господь дал, а не я, этот источник. И, кстати, на протяжении вот этих веков, которые прошли, источник затерялся, надо сказать, действительно. И уже вот этот первоначальный источник, который именно по молитве преподобного Сергия, он утрачен. И только по некоторым таким историческим, текстологическим исследованиям мы можем понять, что он находился примерно вот за Лавровской стеной, за патриаршими покоями, вот за Лавровской стеной, там в небольшом отдалении от нынешней вот этой широкой, высокой стены. И, но в наше время он не функционирует. И действительно люди уже, ну как-то вот подзабыли это место, потому что сам преподобный Сергий это скрывал. И в наши дни тоже происходит очень много на самом деле таких вот чудес, однако о них почти никто не говорит, потому что преподобный Сергий по своему смирению все это скрывает. Вот. Хотя неоднократно я сам вот лично встречался с людьми, которые получали помощь. Допустим, знаю, уже правда вот престарелые эти люди, которые в детстве являлся преподобный Сергий, когда вот маленькая девочка, она была еще София, и брат ее Михаил, и они оставались во время грозы дома одни, а больше всего они боялись вот эту вот грозу. И когда началась гроза, то их собственная мама отпросилась скорее домой, чтобы прийти как-то успокоить своих детей, а когда пришла, то увидела, что они совершенно спокойны, и они рассказывают про то, что им явился какой-то вот старец, его они нисколько не испугались, и он им говорил, не пугайтесь, вот мама скоро придет, и что-то еще им рассказывал такое, очень для них утешительное. И вот это, а двери-то были закрыты, и вот этот случай, он запечатлелся на всю жизнь в их жизни. Или вот, допустим, если вспомним мы архимандрита Алипия Воронова, он был наместником Псково-Печерского монастыря, о нем написано в книге «Не святые святые», а до этого-то он был в лавре вообще иконописец, и реставратор. И когда в трапезном храме велись работы реставрационные, вот он уже к себе в келью удалился, решил поспать, и вдруг его будет, он видит преподобный Сергий, говорит, иди скорее в храм, чего же ты спишь? Он тут же вскакивает, спешит и видит, что там уже загорается ветошь, то есть то ли обогреватель, то ли что там такое было, в общем, ветошь загоралась, и из-за этого мог начаться пожар. Он все это потушил, вот, или также фактически наш современник, отец Виталий, архимандрит Виталий Мешков, который во многом был, ну, подобен отцу Кириллу Павлова, он тоже, когда занимал должность помощника эконома, очень тяжелая была работа, то отец Кирилл, ну, благословил ему братский молебен посещать только понедельник, среду и пятницу, а в другие дни не посещать ввиду нагрузок. Но отец Виталий и так все равно старался посещать, один раз испытал какое-то недомогание, решил отдохнуть, и тоже ему является преподобный Сергий, он его укорил за то, что он не хочет поучаствовать вот в этом общем молении преподобному Сергии, и отец Виталий тут же поднялся, поспешил, и на протяжении нескольких десятилетий он не пропустил ни одного братского молебна. То есть преподобный Сергий, надо сказать, он и сейчас тоже являет свою помощь, свое такое вот живое присутствие, но при этом, как правило, вот про эти чудеса нигде не рассказывается, и не так, может быть, много людей их повторяют, потому что и в этом сказывается его удивительное смирение. И почему особенно нами любим преподобный Сергий, почему он игумен земли русской? Да потому что он всегда как раз и был с простым народом. То есть он не был святителем, епископом, который занимал бы административную должность. Он сторонился каких-то вот политических дел, к нему князья тоже приезжали, обращались за советом, но всегда он был именно с простым народом. И когда он, допустим, своими руками строил сени к чужой келье, получал за это плесневелый хлеб, то вот он показывает, что он приобщен общей участи простого народа. И вот как-то тоже это, ну, конечно, такое может быть предание, связанное с именем старца Алексея Засимовского. Вот когда уже советская безбожная власть начала вскрывать мощи святых, и мощи преподобного Сергия, они тоже были вскрыты, то вот старец Алексей Засимовский, он размышлял, почему это попущено. И, а может быть, даже это был и другой старец, сейчас мы не будем уточнять имя, но вот предание донесло нам, что по молитве тоже преподобный Сергий является и говорит слова. И вот эти слова как раз и являются наиболее важными. А произносит он следующее, что когда весь русский народ терпит такие скорби за веру, то должен и я тоже вместе с народом как-то пострадать, тоже понести какие-то скорби. И вот это вот вскрытие мощей, то, что пытались советские безбожные власти, ну, как бы как некое надругание провести, преподобный Сергий это тоже несет, чтобы понести общую участь народа. Вот за это его смирение, кротость, скромность, необычайное поведение, он и любим простым народом, и на протяжении всех веков именно к нему и идут люди со всевозможными просьбами, со своими молитвами и получают помощь. Вот, братья и сестры, хочу еще обратить ваше внимание, то, что преподобный Сергий Радонежский, это вообще XIV век, это первый русский святой, вот если мы посмотрим на всю нашу агеологию, агеографию, жития святых, это первый русский святой, которому Божия Матерь явилась непосредственно, не в каком-то вот видении, во сне или в каком-то тонком видении, а именно наяву, непосредственно, вот как живой человек является живому человеку. Это произошло за несколько лет до отшествия из мира земного преподобного Сергия, при этом присутствовал его ученик Михей, преподобный Михей Радонежский, и сам Сергий, он предупредил, что сейчас вот будет нам особое явление, это было после его усиленной молитвы в пятницу, и вот время было уже вечернее, и келью вдруг осиял божественный свет, удивительный свет, и является сама Пресвятая Богородица в сопровождении двух апостолов, Петра и Иоанна Богослова. Вот Петр — это выразитель такой горячей веры, ревности о славе Христовой, а Иоанн — это выразитель духа любви. Все то, что как раз, может быть, и воплотил себе преподобный Сергий Радонежский. И Божья Матерь говорит преподобному Сергию, что ты вот молишься о учениках твоих и обители, я навестила тебя избранничему, и больше не переживай, потому что молитва твоя услышана, обитель твоя больше не будет иметь ни в чем недостатка, и сама я буду неотступна от места сего. И твои ученики ни в чем не будут иметь недостатка, если последует твоим стопам. Вот Пресвятая Богородица, она прямо говорит, что и обитель преподобного Сергия тоже в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре является в каком-то смысле одним из уделов Божьей Матери. И вот это чудное явление, оно где именно произошло? А там, где была келья преподобного Сергия, а где стояла келья преподобного Сергия? Там, где сейчас располагается Серапионова палата, где самое большое собрание святынь в Лавре, и именно там располагается большая, огромная икона явления Божьей Матери преподобному Сергию Радонежскому. Вот если вы будете или бываете в Лавре, то непременно посетите и посещаете Серапионову палату, и молитесь Божьей Матери перед этой иконой, потому что Пресвятая Богородица именно это место и посетила вот лично и непосредственно. Вот много подвижников, конечно, наших русских подвижников претерпевали духовную брань с темными силами, и мы тоже в агеографии встречаем часто, как являются, скажем, какие-то бесы, демонические силы, и подвижники побеждают их. Но мало кто восподоблялся таких божественных откровений, как преподобный Сергий, и именно он по праву является вот таким созерцателем, созерцателем божественного света. Именно вот в житии преподобного Сергия тематика божественного света, она очень ярко проходит, присутствует и в явлении Пресвятой Богородицы, и в, собственно, литургическом служении преподобного Сергия, когда мы видим, что, не мы видим, а точнее видели ученики его, и они это записали. Вот, кстати, надо сказать, что далеко не о всех русских святых сохранились такие точные и подробные описания. Кто-то жил, допустим, из подвижников в лесу, и не было у него близких учеников, и только какие-то отрывочные сведения. Допустим, очень тяжело найти сведения про преподобного Саватия Соловецкого, про других преподобных отцов. А о преподобном Сергии Радонежском Епифаний Премудрый записал достаточно точные сведения, потому что сам Епифаний 15 лет жил вместе с преподобным Сергием, и потом еще долгое время собирал дополнительные сведения. И вот мы знаем, что во время литургического служения преподобного Сергия был виден в алтаре огонь божественный, то есть вот этот божественный свет, и потом этот огонь, он свивается, входит в чашу евхаристическую, и этим огнем преподобный Сергий причащается. Также один раз был виден ангел, как некий вот блистающий светом юноша, как бы диакон, который сослужил преподобному Сергию Радонежскому. Или, может быть, помните вот это видение чудных птиц, когда тоже преподобный Сергий молился о своих учениках. Обитель-то часто испытывала какую-то скудость, и ему был показан, во-первых, тоже свет неизреченный, и во-вторых, множество птиц самой разной красоты, и сказано, вот сколько птиц, столько будет у тебя учеников, причем птицы эти были как внутри обители, так и за стенами лавры, то есть ученики преподобного Сергия, они не только монахи, но и те, кто, собственно, старается следовать вот этим заветам преподобного Сергия, его смирению, его кротости. И именно преподобный Сергий один из наших русских отцов-созерцателей, который созерцает этот божественный свет, а сам преподобный Сергий жил в одно время со святителем Григорием Паламы, который и как раз учил о нетварном божественном свете. И святитель Филофей, Константинопольский патриарх, тоже сподвижник святителя Григория Паламы, он дарит, он посылает преподобному Сергию крест-мощевик, который по сей день хранится в лавре. И вот так мы видим это духовное единство между отцами-созерцателями того времени. И, конечно, самое главное, и, наверное, мало кто из вас об этом слышал, что именно начиная с преподобного Сергия Радонежского у нас на Руси начинают строиться храмы и монастыри в честь Святой Троицы. Вот как-то так получается, что именно преподобный Сергий он как-то вот выделен в этом смысле как служитель Святой Троицы. Еще священник, который крестил его, прозревая это, говорит, что будет он обителью и храмом Святой Троицы. И мы знаем, что еще даже до рождения, вот помните, вот это чудо, троекратное возглашение в очреве матери во время литургии, это тоже как бы символизировало его дальнейшее служение Святой Троицы. И вот когда со старшим братом Стефаном, а Стефан тоже, кстати, прославлен, но как местночтимый, московский святой, вот когда они пришли в Радонежский лес и избирают вот этот холм Маковец, и там строят келью и храм, то храм они посвящают именно при Святой Троице. Епифаний Премудрый поясняет это, что преподобный Сергий посвятил храм в честь Троицы, дабы воззрением на Святую Троицу побеждалась ненавистная рознь мира сего. Что имеется в виду? Вот Бог един по существу, но троичен в лицах, Отец, Сын и Святой Дух, но при этом теснейшее божественное единство, никакого разделения. А в XIV веке у русских людей было разделение, князья с друг с другом спорили, простые люди тоже не могли полазить. И преподобный Сергий посвящает храм именно в честь Троицы, дабы прекратить эти разделения среди русских людей. И действительно, как только появляется вот этот храм, как только обитель Святого Сергия высылает свои молитвы к небесам, так начинаются наши значительные победы, победы на поле Куликовом, и наступает перелом, и во взаимоотношениях, может быть, между князьями, хотя, конечно, не все так легко складывалось, но и потихонечку мы движемся к победе над игом иноземным. А почему еще так? Да потому что вот когда происходят какие-то внешние потрясения, завоевания иноземной или экономические кризисы, то многие люди очень быстро к чему сползают? Вот лишь бы заработать хлеб насущный. И они в этих испытаниях зачастую забывают про небо, небесные духовные ценности, и думают лишь о том, как бы прожить материально, как бы заработать себе, ради куска хлеба трудиться, а иноземных захватчиков они боятся. И нужно, чтобы появился человек, который стал бы выше всего этого земного. А выше всего этого становится тот, кто прежде всего победил свои страсти. Вот он побеждает в себе свои греховные страсти, и поэтому он живет уже не ради хлеба насущного. Экономические кризисы или завоевания со стороны каких-то иноверцев ему тоже не страшны, дух его не сломлен. И он дает пример другим, как князю Дмитрию Донскому и прочим, что если не сломлен дух, то ты можешь организоваться сам и организовать тех, кто вокруг тебя. И вот начиная с этого внутреннего преображения, начинается преображение всего общества. И для князя Дмитрия Донского был очень важен такой святой, который являл бы живой пример живого Евангелия. Таковым и был преподобный Сергий, он остается с нами по сей день. И если бы мы вот имели такую крепкую веру, что он по-прежнему игумен земли русской, то нам ничего не было бы страшно. Вот расскажу коротко еще одну историю, связанную со схиархимандритом Иосией Евсеенком. Это один из тех отцов лаврских, который вернулся в 1946 году в Лавру. Лавра же была закрыта после революции, но некоторые дореволюционные отцы, они еще сохранились, дожили до этого времени. И схиархимандрит Иосия, он до схимы был архимандрит Иосиф. Вот он до этого был пострижником Черниговского скита в Лавре. Вот он вернулся, но в хрущевские годы его как-то вот сослали за его такую горячую ревность по вере, его сослали куда-то там, ну, в какое-то поселение, не тюрьма, а ссылка именно. И там он сильно разболелся, а было очень холодно. И вот у него воспаление легких, температура за сорок. Врачи осмотрели, говорят, ну, все, там, не жилец. И уже оставили его в каком-то холодном помещении, чтобы утром прийти уже похоронить его. И, а он продолжал молиться, и вот, казалось бы, вот этот озноб, да, и можно, конечно, сказать, ну, может быть, бред какой-то, или еще чего-то. На самом деле нет. Он трезво вдруг ясно видит, что является ему преподобный Сергий, дает ему просфорку и говорит, о тех из вас, кто в изгнании, я забочусь еще больше. То есть даже не только вот о тех, кто в лавре, но о тех, кто в изгнании, о тех я еще больше проявляю заботы. Отец Иосиф принимает эту просфорку, увидит, что это лаврская именно просфорка, вот печать там, где изображен преподобный Сергий. Она была еще теплая, как будто вот недавно испеченная. Он ее съел, и после этого сразу согрелся, и у него проходит весь озноб, вся эта болезнь уходит. А утром приходит врач, чтобы констатировать его смерть, и еще там два человека, чтобы унести тело умершего. И вдруг они неожиданно видят, что он живой, целый невредимый, очень удивились. Вот так он выжил, вернулся потом в лавру, рассказывал про этот случай, но он все время сокрушался, что вот говорит, жалко, что я не сохранил хотя бы частичку этой просфорки для себя на будущее время, ведь это же была небесная просфорка, которую сам преподобный Сергий мне дал. Но, может быть, по промыслу Божию это было и невозможно, вряд ли он сохранил бы небесную просфорку в нашем земном, ненебесном мире, однако, вот о чем говорит этот случай? О том, что преподобный Сергий, он, как и все остальные святые, которые вот именно народные святые, близкие простым людям, как святитель Николай Чудотворец, облаженный Матрона Московская, или как вот недавно преподобный Гавриил Ургебадзе, или преподобный Паисий Святогорец, вот так же и Сергий Радонежский, это именно народный святой, святой, близкий простому народу, и когда мы вот к нему молимся от всего сердца, от всей души, то он действительно являет свою помощь, но в жизни это вот сказывал совершенно точно. Да, так что будем про это помнить, молиться преподобному Сергию, но самое главное, все-таки стараться вот хоть немножко следовать его образу жизни, то есть это скромность, смирение, кротость, себе ничего, а все вот нашему ближнему, он постоянно вот переживал о других, о своих учениках, вот как же они проживут, как обитель будет существовать, он другим строил, себе брал плесневелый хлеб, он себя считал самым вот недостойным, ничего не значащим, и вот эти вот черты преподобного Сергия, они и, может быть, обозначили всю русскую святость, то есть не выпячивание самого себя, не фантазирование о чем-то, не попытка вот как-то о себе кричать, заявлять, а вот именно удивительное смирение, кротость, которое как раз и миллионы людей привлекает к таким, как преподобный Сергий Радонежский. Остается нам лишь вот от самого сердца помолиться ему сказать «Преподобный отче наш Сергий, не остави нас грешных! Аминь!»